Неопалимая Купина в Люберцах наградили победителей областного этапа конкурса по пожарной безопасности. В этом году школьники городского округа получили рекордное количество призовых мест. И теперь их работы поучаствуют в финальном отборе, где члены жюри выберут лучшие со всей страны. Каждый из вас, здесь присутствующих, уже внес большой вклад в развитие и профилактику пожарной безопасности не только нашего Люберцкого округа, но и всей Московской области. За неравнодушное отношение к такой важной теме, как пожарная безопасность, каждый ребенок заслуживает награды. Матвей Зайцев в свои юные годы уже осознает, что профессия огнеборцев ценилась всегда. Интересный замысел рисунка школьнику принес первое место. Я нарисовал пожарных трех разных веков, потому что я горжусь этой профессией, то, что они спасают людей, выполняют такую сложную работу и защищают нашу Родину. Всего на областной этап конкурса «Неопалимая купина» из Люберец прошло девять участников. Из них трое победили и столько же ребят заняли призовые места. На ежегодное мероприятие школьники отправляли рисунки, подделки и другие виды декоративно-прикладного искусства. Иными словами, все то, что можно сделать своими руками, главное на противопожарную тематику. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы привить навыки осознанного пожаробезопасного поведения детям, нашему подрастающему поколению. И, конечно же, всем известно, что намного лучше вся информация усваивается в игровой форме. Одно из ответвлений такой профилактической работы, глобальной, которая проводится с нашим подрастающим поколением, как раз таки являются и подобного рода конкурсы тематические. Однако талант люберецких школьников на декоративно-прикладном искусстве не заканчивается. Уже в другом областном конкурсе «Человек доброй воли», который тоже посвящен противопожарной тематике, за лучшие стихи и очерки в газетах они получили заслуженные благодарности и призы. Все два конкурса посвящены 125-летию образования Российской пожарной службы. Мы направляли на область шесть работ. Это конкурс авторского творчества, это стихи, басни. Также у нас были очерки из газет, и у нас три победителя в этом конкурсе. Но, вероятно, это еще не все достижения наших ребят. Впереди у победителей областного этапа конкурса «Неопалимая Купина» финал, где члены жюри выберут лучшие работы со всей России. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.